Наша жизнь в очень большой степени определяется тем, как мы интерпретируем деятельность, цель и направление развития различных сил в обществе вокруг нас. От этого зависят наши действия по отношению к этим силам, наше сотрудничество с ними или, наоборот, противодействие им. Рав Кук реинтерпретировал действительность вокруг себя. Получив признание или, по крайней мере, уважение, его идеи изменили психологический настрой сотен тысяч, если не миллионов евреев в нашем веке. Они повлияли на общественные силы, школьные программы, политические партии, поселенческие движения и т.д. Удивительно, что концепция, которая в сущности целиком базируется на кабале и глубокой мистике, оказала такое громадное влияние на развитие жизни нашего народа в циничном и прагматичном XX веке. До Рава Кука в религиозных кругах господствовала восприятие секулярных еврейских движений как чего-то не только принципиально неправильного, но и тупикового, как какой-то больной ветви, которая должна засохнуть или отмереть при последующем магистральном развитии еврейского народа, подобно тому, как это происходило в прошлом, с другими подобными ответвлениями – саддукеями, караимами, первохристианами или последователями лжемессианских течений XVII века. В свою очередь, нерелигиозные круги в то время похожим образом относились к евреям религиозным, считая их отмирающей группой средневековых мракобесов, которая в ближайшем светлом будущем с развитием просвещения, техники, либерализма, социализма и т.п. непременно полностью исчезнет. Даже то сотрудничество, которое существовало тогда между религиозными и нерелигиозными, например, в период первой алии 1880-х-900-х годов или между религиозными и светскими фракциями в сионистской организации Герцля, было сотрудничеством вынужденным, браком по необходимости, в кавычках, ввиду практической невозможности сдвинуть горы в одиночку. У каждой из сторон не было внутреннего уважения к тому духовному содержанию, которое несла противоположная сторона. Рав Кук, реинтерпретировав действительность, выдвинул концепцию, непривычную для обеих сторон. Он объяснил, что оба направления являются составными частями единой божественной торы. Призвав их к полноценной интеграции, он воплотил в себе точку их духовного, а не просто практического соприкосновения. Вначале обе стороны воззрелись на него с удивлением, и это вызвало его конфликт со всеми. И лишь по прошествии многих десятилетий его концепции стали принятыми во многих кругах, заставив измениться обе стороны. Идеи Рава Кука совсем не сразу стали понятны и даже известны еврейскому обществу. Азреэль Карлибах, основатель газеты «Маорив», учившийся в Яшиве Мерказ Гарав, писал в «Некрологе на смерть Рава Кука» в 1935 году о том, что, несмотря на всеобщее признание и уважение, общество на самом деле совершенно не знакомо с его учением. Цитата. «Рав Кук умер никем не понятый, и его великое учение поэтому будет забыто». Конец цитаты. Этому пессимистическому предсказанию, к счастью, не суждено было осуществиться. Действительно, при жизни Рава Кука получили известность лишь его многочисленные статьи и письма, а также его религиозно-сионистская концепция и прежде всего книга «Рот». Но большинство его общефилософских работ, в том числе и наиболее революционные из них, еще не были опубликованы. Отрывки из философских работ Рава Кука лишь постепенно, в течение десятилетий, становились доступными широкой публике. Публикация некоторых философских дневников Рава Кука не закончена даже и сегодня. Параллельно с этим, благодаря деятельности его сына, Рава Цви Иуды Кука, его учение через учеников Ешивы, Мерказга Рав, стало распространяться в обществе и постепенно его идеи завоевывают подобающее им место. Хотя сегодня Рав Кук получил всеобщее признание как величайший еврейский мыслитель XX века, его философское наследие еще далеко не полностью воспринято еврейско-израильским сознанием. Даже сегодня многое из того, что мы читаем у Рава Кука, представляется совершенно необычным и радикальным. Впрочем, именно поэтому, наверное, философское наследие Рава Кука остается живым, вызывает острые разногласия и бурные споры и, вместе с тем, освещает дорогу на том трудном пути, которым идет сегодня еврейский народ и государство Израиль.